Строительство сельской школы затянулось в Келесском районе Туркестанской области. Учебные заведения должны были открыть еще несколько лет назад. Однако, кроме фундамента и голых стен на строительной площадке, до сих пор ничего нет. Местные дети вынуждены учиться в старом здании. В проблеме разбирался Рауль Габитов. Обещанного три года ждут, но жители села Антымак открытия школы ждут еще дольше. Ее фундамент заложили в 2017 году. Строители подняли здание, покрыли штукатуркой стены в коридорах, а потом странным образом исчезли. Стройплощадка с тех пор пустует. Раньше здесь был хлопковый совхоз. Для тех, кто приезжал собирать хлопок, в ауле построили общежитие. Позже здание адаптировали под школу. Там сейчас и учатся наши дети. В последние годы постройка сильно обвечала, но ее отремонтировали. Но ведь детям нужна нормальная школа. Почему новое учебное заведение возводят так долго, объяснили в Акимате. Якобы подрядчик вел строительство недобросовестно и с ним расторгли договор. Позже село Антымак перешло в состав новообразованного Келесского района. Поэтому бюджет на продолжение строительства пришлось пересматривать. На строительство школы тогда выделяли 772 миллиона тенге. Чтобы продолжить строительство школы, проводится корректировка первоначальной проектно-сметной документации. По завершению она пройдет в госэкспертизу, а после будут выделены деньги из бюджета, и строительство возобновится. А вот понесли кто-нибудь ответственность за то, что учебное заведение превратилось в долгострой, в Акимате ответить не смогли. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Хабар-24, Туркестанская область.